В этом жилищном комплексе все сделано очень стильно. Видите, прям современное дерево, металл, даже плитка Брайер. Я говорю это для того, чтобы регионы посмотрели и подумали, алло, Москва, ты сошла с ума? Когда вот из окон этого жилищного комплекса люди смогут смотреть на классную набережную, вроде бы работы на ней идут. А это сити, между прочим. Все здесь застраивается, вся набережная, везде здесь будет дорого-богато, но очень тесно. И вы знаете, о чем я думаю, когда здесь хожу? О падении рынка недвижимости. Я нахожусь на западе Москвы, и называется ЖК Only. Чтобы вы не подумали, что я тут собрался вам делать рекламу этому ЖК, я сразу скажу, что, во-первых, люди набиты, как селедки в бочке, на тысячу квартир 200 подземных парковок, а вокруг, вот я пытался припарковаться, 15 минут я ездил по пятиэтажкам, недобитым здесь, еле-еле воткнул машину. А что вечером делается, по ночам? Я думаю, что если человек в 10 вечера с работы приехал, у него просто нет ни одного шанса здесь припарковаться. Все? Я оправдался? Дисклеймер, да? А теперь о чем это кино? Значит, что происходит с ценами на квартиры в Москве? В этом крутом жилищном комплексе 62 квадратных метра, двушечка, стоит 27 миллионов рублей на втором этаже. А на 14 этаже, куда я сейчас поднимусь и посмотрю квартирку, уже тридцатник. 30 миллионов рублей за такую двушку. Возникает вопрос у всей страны, которая тоже смотрит мой видеоблог. Не только буржуазия, а на какие шиши, сколько надо зарабатывать и как, чтобы позволить себе... А это массовое жилье. Вы посмотрите съемки с коптера. Здесь этих домов строится чудовищное количество. Ответ? Ипотека. Причем дешевая была ипотека. Вот сейчас подняли ставки по ипотеке, а когда она была там 5%, 6% всякие льготные дела, а? Вот тут народ и набирал, и думал, да ладно, буду я платить там полтинник в месяц до скончания веков. Бога ради. Если жена зарабатывает стольник в месяц, и муж зарабатывает стольник в месяц, ну типа мы справимся. Возникает только вопрос, не надулся ли мыльный пузырь на квартирном рынке в Москве, а? И не лопнет ли? Итак, я вхожу в подъезд и диву даюсь. Да чего же все стильно уже сделано, дорого. Даже металлом лифт отделан. Это металл. Это прям модный, ржавый, современный металл. А дальше смотрите, в каждой квартирке номера, все дела. Чтоб вы не подумали, что я рекламу тут делаю, ребята. Жить вы будете не в подъезде, а в квартирке, смотрите, тесно. 61 квадратный метр. Двушечка, самое что ни на есть обычное. Видимо детская у людей. Вот это вот кухня-гостиная, но она тоже довольно песноватенькая. И вот здесь, ну спальня, да, с хорошим окном, но все равно это тоже маленькая. Да, вот. Самое главное, в этой квартире вид из окон. Обещают крутую набережную. Классно, да, друзья? Это уже не подъезд, это уже дворец. И весь двор такой же. И вот эта плитка Браер, смотрите. Один сорт плитки Браер, другой сорт плитки Браер. Вот эта вот красивая бежевая, это я говорю к тому, чтобы вы понимали, какого качества отделочные материалы уже используются вот во всех этих Собянинских новостройках, да. А плитка Браер, между прочим, три года здесь уже лежит. Видите, абсолютно неубиваемая, цвет не стирается. То есть детишки будут вот в таком вот... Честно говоря, вот этот дизайн, мне кажется, вот Копенгаген. Скандинавский минимализм, я бы сказал, да. Ну, меня сейчас архитекторы заругают, скажут, минимализм это когда совсем все черно-белое, сухое, сухое. Слушайте, да ладно. Вот, абсолютно натурально выглядит этот камень, да, хотя это вот плитка. То есть, ну, не совсем минимализм. Дания, Скандинавия, Копенгаген, он все-таки чуть... Вот, естественные коричневые, бежевые всякие цвета, это все-таки вот современная Скандинавия. Но, конечно, архитекторы будут заморачиваться, говорить, давай черно-белое, иначе мы не признаем себя минимализмом. Да ладно. Чувствуете, регионы, вам должно быть очень обидно, до чего дошла Москва. Жирует просто со страшной силой. То есть это вот современные новостроечки здесь такие вот, ширпотреб. Не в центре Москвы, да. Это вот все здесь вот так вот идеально делается, вот в этой Москве при Собянине. Да, дорогие регионы, мне неловко снимать вот эти ролики. А что поделаешь, да. Ну, приезжайте к нам сюда работать. Слушайте, у меня на стройке вы можете получать 100 тысяч рублей в месяц, да. Если будете абсолютно надежны. Конечно, на любой стройке лучше бы полностью исключить человеческий фактор. Но вот, например, производство плитки Брайер полностью автоматизировано. Здесь качество гарантировано. А если строишь загородный дом, вот я строитель, два поселка строю, то, ну как я обойдусь без человеческого фактора? Все равно, все делаем руками. Это значит контроль, технодзор, косяки. Вопросов нет, да. Есть вещи, которые можно сделать идеально. А есть вещи, где ручками, ручками, ручками. Кстати, в таком жилищном комплексе дети в основном с нянями. А родители работают, ипотеку отрабатывают. Но вообще любая стройка выгодна стране. Как написано в любом учебнике по экономике, стройка это самый большой мультипликатор. Она дает работу в своей стране огромному количеству людей по цепочке. Друг за другом, стройматериалы, рабочие, няня. Так что не переживайте, регионы, что здесь у Собянина такие стройки, что такая красота, крутизна, браер и все дела. Из окон новостройки, где я был на 14 этаже, виден соседний жилой квартал Береговой. Он ближе к воде находится, вон там набережная. И здесь тоже все здесь застраивается, вся набережная везде здесь будет дорого-богато. Но очень тесно, прям вот плотно-плотно. Вот я хожу на все это смотрю и думаю, ну что, рост цен на квартиры в Москве будет бесконечный? Вот у всех сейчас примерно такое ощущение. Тем более, что американцы печатают деньги, европейцы печатают деньги, и все боятся инфляции. Все боятся, что бесконечный рост цен будет продолжаться, особенно, конечно, на недвижимость. Ну, московская недвижимость всегда в цене. Но вот какое дело, друзья. Слышали, есть такая процветающая страна Япония, и в ней было экономическое чудо. Прям 70-е годы, 80-е, а в 91-м году вдруг бах, и все упало. И за 15 лет в среднем недвижимость в Японии подешевела в 15 раз. Циферки проверьте в гугле, если мне не верите. Хотя, казалось бы, Япония стала второй экономикой в мире к 91-му году, после Соединенных Штатов. Намного богаче, чем мы, да? Плюс передовая, вся эта электроника, все дела. Цены на недвижимость там росли на протяжении 30 лет, ушли в космос и рухнули. Почему? Потому что надулся кредитный пузырь. А у нас сейчас в мире он не надулся? Да, в России немножко постабильнее с финансами, но, друзья, слушайте, если жахнет по всему миру, нас всех коснется. Никуда мы не денемся. Мир един. Недостатком ЖК-Онли я считаю, все-таки окошки маловато, да? Вот нужно вот так вот. Окна почти в пол. Современно, дорого, богато. Это квартал береговой, он рядышком. Вон, видите, за той трубой виднеется ЖК-Онли. А рядом вот этот береговой. Но! Это, по-моему, у них офисное здание какое-то. И здесь окна в пол. А вот здесь что-то окошки помечи. По-моему, здесь пожлобились. Но, правда, есть вот такие вот торчащие в бок балконы. Но да ладно. Друзья, сейчас уровень цен просто зашкаливает. 30 миллионов за новостройку, которая то ли сдана, то ли не сдана, то ли вот там я вижу сплошные ремонты, видите, грязные окна. То есть я подозреваю, что здесь сейчас сверлят мозги. Я уж не вникал в этом береговом. Они там с отделкой продают или без отделки. Дело десятое. Вы посмотрите. Кругом все. И та страна набережной то же самое. То есть Москва строится каким-то невероятным количеством этих квадратных метров и квартир. И, конечно, вся остальная страна офигевает и думает, да ладно, да, наверное, Москва ограбила всю Россию и все эти деньги присвоила себе. Да нет, ребят. Ну вот как можно ограбить Псковскую область? Я никого не хочу обидеть, но нефти там нет и газа там нет. Так что все грабим Псюменскую область, которая нефть и газ. Да, вот этот береговой, конечно, крутой. Смотрите, какие балкончики, а? Обалдеть. Да, но так что сейчас в мире у нас происходит? Это же главное-то. Вы знаете, я сейчас со своими друзьями часто обсуждаю, ну что, когда мир рухнет. Не то, чтобы мы заинтересованы, но просто прикольно. Реально интересно, когда вот сдуется мыльный пузырь, который надули вот эти вот деньги, которые печатали, печатали. И благодаря коронавирусу все это ускорилось раз в пять, и поэтому напечатали там 20 триллионов долларов, евро всего вот за полтора года. Поэтому вот-вот придется перекрыть печатный станок, потому что уже, ну, инфляция, возмущаются американцы, возмущаются европейцы, остановите рост цен. Для этого надо перестать печатать деньги. Как только перестают печатать деньги, сразу схлопывается мыльный пузырь на фондовом рынке. То есть акции подешевеют. И, соответственно, все, кто думали, что акции это прямо у них на века, акции Tesla, моей любимой компании, да, моего любимого Илона Маска, да, схлопнутся со страшным грохотом, да. Но ничего страшного. Мир не перестанет существовать от этого. Все эти квартиры, они не исчезнут. Все эти новостройки, вся эта Москва ожиревшая. И, конечно, когда человек думает о том, чтобы купить квартиру, он, с одной стороны, думает, конечно, о каких-то соображениях инвестиционных, но все равно думает, что, ну, если что-то пойдет не так, у меня будет, по крайней мере, квартира, я буду жить. Только бы не промахнуться. Только бы не купить квартиру, которая будет через, там, пять лет строить в два раза дешевле, а? Как у японцев это случилось в девяносто первом, девяносто пятом, двухтысячном году. Не хочется делать такие ошибки. Правда? Правда. Поэтому, дом или квартира? Купить или строить? Вы скажете, я опять агитирую за покупку своих домов. Да не агитирую я. Я искренне хочу, чтобы вы не потеряли деньги, ребят. Поэтому думайте своей головой. Сейчас я пройду вдоль убитой набережной, чтобы оценить, когда вот из окон этого жилищного комплекса люди смогут смотреть на классную набережную. Видите, что здесь сейчас творится? Но вроде бы на набережной работы идут, и можно оценить, когда здесь будет город-сад. А это сити, между прочим. Самое важное, что надо оценить насчет жилищного комплекса он ли, будет ли перед ним что-то вот здесь строится. С 14 этажа вот оттуда я смотрел на набережную, которую делают. И вот это автокомбинат санитарного транспорта. Видите, много-много скорых помощи. Вопрос, зачем они здесь нужны? Что вы там делаете? Снимаю. Хотите поговорить об этом? Давайте поговорим. Я думаю, что вот этот ремонт каких-то убитых скорых помощи, я думаю, они не жильцы. Я думаю, их отсюда куда-нибудь вывезут. Ну и действительно, скорые помощи можно ремонтировать не у самой набережной, не напротив роскошных новостроек, а где-нибудь в другом месте не таком жирном. Так что очень не исключено, что на этой территории тоже будет построен жилищный комплекс. И тогда виды вот из этих окон на набережную будут перекрыты. Риск есть. Какой еще бывает риск при покупке даже самых красивых новостроек? Об этом очень поучительный ролик у меня на новом канале. Вот, слева появилась картинка, сюда кликайте. Это мой новый канал, Глеб Кьяных расследования. Подписывайтесь, друзья, прошу вас. Продолжение следует...